Дамы и господа, промоутерская группа «Рать» и промоутерская компания «Амбишнс Мэнэ» представляют пятый бой вечера. Бой по правилам ММА в весовой категории 69 кг рот. В синий угол ринга. Добро пожаловать, Владимир Белоржицкий! Ну что ж, дорогие друзья, у нас опять смешное единоборство ММА. Владимир Белоржицкий против Евгения Игнатьева. И сейчас Владимир Белоржицкий прошествует к рингу. Весовая категория 69 кг. Но это промежуточный вес, качуэй, так называемый, между полулегким весом, который до 65 кг, 800 кг, и между легким весом, где 73 кг. Опытный боец представляет Казахстан, город Кастанай. Три победы, пять поражений. Владимир Белоржицкий. Сейчас окажется Владимир в ринге. Формула поединка два раунда по пять минут. Владимир Белоржицкий на ваших экранах. В ринге прошествует четырехугольник. Его соперники Евгений Игнатьев, представляющий команду Урал Топ Тим. Талица, Россия, Свердловская область. Да, но те из нас, кто смотрит наши трансляции, уважаемые телезрители, уже, конечно, знают этого бойца. Он набирает огромную популярность. У него большая фан-база в Екатеринбурге, в Свердловской области. Вообще, Талицкая школа очень хорошая. Мы увидим и еще представителей этого славного бойцовского города. Да, там очень хорошо работают. И большое количество сильных таких ребят, которые выступают по смешанным единоборствам. Вот в Свердловской области именно и Сталицы. Очень хороший, мощный клуб. Урал Топ Тим. Евгений Игнатьев, он стал профессионалом в марте 2015 года. К сожалению для себя, на турнире Fight Nights Fight Club 1, бойцовский клуб 1, он проиграл по очкам Магомеду Юниславу. Затем у него была ничья с Романом Силагадзе в апреле 2015 года. Также на турнирах Fight Nights бойцовский клуб 5. И затем 4 поединка Евгений провел в рамках промоушена IFC Ambition Fighting Championship. В Синем Укуринге боец из города Кастанай, Казахстан. Вес 69 килограммов и 400 граммов. Провел 8 профессиональных поединков, одержал 3 победы и потерпел 5 поражений. Владимир Беловжисхи. Его соперник в красном углу, боец из города Талица, Россия. Вес 69 килограммов и 300 граммов. Провел 6 профессиональных поединков, одержал 4 победы и потерпел 1 поражение. 1 ничья. Клуб Юрол Топ Тим Евгений Игнатьев. Главный судья, Орсин Александр. Рэпери в ринге, Воротников Дмитрий. Боковые арбитры, Кучумов Дмитрий и Томоев Георгий. Судья-хронометрист, Зудова Дарья. Формула боя 2 раунда с возможностью экстра раунда. Евгений Игнатьев, кстати говоря, да, он является, кстати, у нас студентом. Третий курс Уральского федерального университета. И вот сейчас мы ждем начала первого раунда. Как Евгений учится, кстати? Ну, это надо спросить непосредственно у его преподавателей. Ну, а вот сейчас мы посмотрим, как он будет выступать в ринге сегодня. Вот сейчас пропускает Евгений Игнатьев. Так, в стойке начинается этот поединок. Правый сбоку мы видим Белабжицкий. Недолго думая, попытался провести тейкдаун у Евгений Нечуку. Да, хорошо защищается сейчас Игнатьев. И уже проводит тейкдаун сам. Да, и переводит в партер своего соперника. Правда, отдал зачем-то голову, но вот тут же уже высвободит. Пытается ввязать сейчас Белабжицкий. Белабжицкий. Все правильно делает. Вопрос, удастся ли сесть Игнатьеву в маунт, остается пока открытым. Но, мы видим, он и к этому не стремится, а очень хорошо начинает наносить удары здесь. И очень достаточно плотно попадает. Да, и мы видим, что темп поединка, хотя бой проходит пока в партере, достаточно высокий. И все очень-очень так быстро. Ну, те, кто смотрят бои Евгения Игнатьева, знают, он может держать вот этот высокий темп на протяжении всего поединка. Достаточно хорошо подготовлен функционально этот парень. Ну, вот, кстати, заявлен он на сайте всемирной статистики смешанных единоборств, как полулегковес. И вот как раз, видимо, ради этого поединка с Белабжицким он несколько поднялся весь. И вот была организована вот эта промежуточная весовая категория 69. Вполне возможно. Ну, молодой боец, он сейчас растет. Будет неудивительно, если он поднимется с возрастом в весовой категории. Да, абсолютно согласен. Четыре победы у Евгения. Одно поражение единственное и одна ничья. Из четырех побед, кстати говоря, все досрочные. Один раз он выиграл техническим нокаутом. И заходит в маунт. Сейчас так удачно садится Евгений. Но не согласен с этой постановкой вопроса Владимира Белабжицима. Да, и удается ему подняться в стойку. Вы слышите аплодисменты. Кубрика поддерживает бойцов. Это прекрасно. У нас продолжается второй, простите, первый раунд. Первая пятиминутка из двух запланированных. Победил техническим нокаутом Хаидбека Мамаджанова в марте 2016 года на турнире АФС-10 Евгений Игнатьев. А свой предыдущий бой он провел против Аматило Маминова в июне 2016 года. Кстати, турнир пошел в Уральском федеральном университете, где, собственно, Евгений и учится. Наверняка позвал преподавателей своих, однокурсников. Переводит сейчас в партер своего соперника Евгений Игнатьев. И заходит в маунт. Ну, здесь нужно работать, но опасается вот этого Белабжицкий. И, мы видим, переворачивается. Переворачивается, но переходит, но именно пытает, попытка выйти на треугольник именно со стороны Алексея... Ой, прошу прощения, Евгения. Треугольником Евгений еще ни разу не побеждал. Ну, смотрим, насколько плотно ему удалось захватить чаю соперника. Или руку вот тут... И сдача, сдача. Ну, что ж, Евгений Игнатьев порадовал себя. Слово досрочная победа своих болельщиков. Родной университет. Да и родную Талицию, я думаю, тоже. Ну, и порадовал, конечно, он Александра Скоредина, который является главой АФС. И в чьем промоушене четыре раза уже выступал Евгений Игнатьев. Ну, Евгений Игнатьев достаточно такой интересный боец. И я думаю, его ждет еще очень большое будущее в смешанных единоборствах. Да, мы ждем его поединка с Конором Макгрегором, если тот не закончит раньше времени в UFC за чемпионский титул. Я думаю, это будет интересный бой. Ну, а мы ждем официального объявления победителя в этом бою. Пятый бой сегодняшнего вечера. И на третьей минуте, тридцатый секунд, улыбкающий в первом победу одержал Евгений Игнатьев. Ну что ж, поздравляем еще раз Евгения Игнатьева с досрочной зрелищной победой. Конечно же, уважение его сопернику, Владимиру Белабжинскому, который сопротивлялся изо всех сил и сделал все, что мог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова